Ночные кошмары Свея кровь очень тревожится, что муж попал в руки непонятной женщины Они начали выяснять отношения Хотя, не знаю, миллионы людей, миллионы раз говорили, что перестаньте выяснять отношения, перестаньте бороться Поймите, что человек поступает из самых лучших побуждений Ну, как бы, ситуация повторяется, и все наступают не те же грабли Это не тема нашего Но женщина пишет о том, что, видимо, свяя кровь что-то там на меня напустила, какую-то порчу Значит, я вижу сны, где бывшая семья вместе, это его семья Этой зимой она приезжала, свя кровь, видимо, хотела встретиться со мной, побеседовать Видимо, рассказать мне о том, как ее сын хочет обратно Но я отказалась, ну, то есть свя кровью Тут-то сны из мирных превратились в сны кошмары Не буду описывать их содержание, это страшно Судя по содержанию, меня хотят как-то разрушить, навредить Ну, то есть свя кровь на меня напустила порчу И теперь мне снятся кошмары Смотрите, что такое кошмар? Кошмар – это некая наша внутренняя картинка То есть в реальности нет ничего, но мы представляем себя Мы спим, мы засыпаем, расслабляемся И вдруг начинают на нас лезть какие-то чудовища Ну, у каждого свой сон, но примерно одинаковое содержание У меня тоже это бывает иногда Вот, страшные с усами, с клыками, с волосами Там какие-то пауки В общем, у каждого свой кошмар, но примерно одинаковый Суть кошмара – испугать нас Доставить нас перепугаться Вот Кому и зачем это нужно? Ну, придется немножко из области психологии Перейти в область парапсихологии, скажем, эзотерики Потому что на уровне психологии это не очень-то объясняется, на мой взгляд Если возьмем немножко мистическую картинку мира, то все очень легко объясняется В человеке есть генератор энергии Мы все едим, пьем, дышим И примерно один, полтора, два киловатта мощности мы излучаем в окружающее пространство Вы легли в холодную постель под одеяло Через три минуты там тепло Откуда тепло взялось? Мы излучаем тепло Когда строят кинотеатры, там другие места, где будет много людей Всегда учитывают тепло, выделяемое людьми Для этого делается мощный теплоотвод В кинотеатр заходите после предыдущего сеанса, там душно Почему? Сидело там 100, 200, 500 человек Они 500 киловатт выбросили мощности, зал нагрелся Не успели охладить Так вот, это не просто излучение тепловое А модулированное нашими эмоциями Теми вибрациями, которые существуют в нашем теле Это, собственно, те энергии, которые убегают нас Если вы благостный человек, если вы позитивный, если вы улыбаетесь, если вы все время желаете людям добра, счастья То у вас один состав крови химический и, соответственно, один спектр излучений Если же, как автор письма, вы находитесь в борьбе, вы ненавидите свою свекровь, вы от нее прячетесь Вы боитесь, что вас украдут сына, свекровь заберет куда-то, еще что-то То есть вы живете в страхах, в борьбе, в негодовании, в переживаниях То это совсем другие вибрации Соответственно, химический состав вашего тела другой Ну, железы выбрасывают другие, желчи побольше, может еще что-то Не имеет значения химический уровень Имеет значение, что вы излучаете к рожающее пространство другие энергии То есть вы тоже генератор, довольно мощный, может быть, в борьбе Но вы излучаете уже полтора киловатта других энергий Ну, как, собственно, принято говорить, что бывают светлые энергии, бывают грязные энергии Ну, я понимаю, что если вы улыбаетесь, радуетесь, благодарите мир, что он какой прекрасный Вы излучаете светлые энергии Если же вы в борьбе, в страхах, в негодовании, протесте, не имеет значения На внешнем уровне вы боретесь, либо задавили это все себе, но у вас это есть То вы излучаете негативные энергии, а окружающий мир, он живой Мы, может быть, не видим, что происходит у нас, зрение притуплено специально Детишки иногда видят, что-то побежало, ну, и вы краем глаза надавите, какие-то пятна бегают Это, так называемые, обитатели эфирной сущности То есть существа бестелесные, которые живут вот возле нас, обитает И мы являемся для них энергодонорами И они разные Если брать религиозную модель, то они делятся, условно говоря, на две большие группы Ну, на ангелов, на чистые сущности и на грязные сущности, ну, там бесы, как их там называют Я не знаю, существуют или нет, скорее всего, нет, это наше воображение, потому что это все бестелесные существа У них не может быть хвоста, копыт, они энергетические сгустки Но они питаются разными энергиями, донором, которых является человек И если вы все время в борьбе, то, соответственно, вы прикормили довольно большое количество этих сущностей И им нужно, чтобы вы излучали эти энергии страха, борьбы, негодования И когда вы засыпаете, они посылают вам какие-то вибрации На ваши вибрации накладываются еще вибрации Эти вибрации создают кошмар видения И вы начинаете пугаться То есть вы начинаете очень мощно выбрасывать энергии из пуга Выбросили панику, встали, глаза трясутся, руки трясутся от страха Все классно Вы всех накормили, они там почавкали, так сказать, ваш выброс энергетический И пошли себе гулять А вы улегли, сердце колодится Ну, может, даже заснуть не можете, вы перевозбуждены Потому что они имитировали нападение Чудовище на вас нападает Ваше подсознание включилось так На нас нападает, пошли, значит, обороняться То есть вам дали энергетический всплеск мощный Который мы трактуем как страх И, значит, вот в это время произошел выброс Мощный выброс Мы проснулись в кошмаре, заснуть не можем И начинаем придумать, кто там, что нас наслал Вот, наверное, тот наслал, тот наслал Возможно, какие-то посылы есть, да Но это все дело третье Кошмар, вы сами можете прекрасно прийти с работы Вспоминать, как начальник, сволочь какая, или там сотрудница Или там муж, или там ваша свекровь И начиная вот крутить голове это дело Вы тем самым приманиваете к себе вот эту самую астральную дрянь Так называемую, низких сущностей И они потом, значит, ночью еще немножко вас пугнут Разочек, другой, третий То есть вы сами порождаете Если бы у вас не было грязных эмоций То к вам бы ничего не прицепилось Они бы были бы неинтересны А если у вас есть эта дрянь энергетическая То, соответственно, они возле вас пасутся Что делать? Значит, как из этого выбраться? Ну, прежде всего, понять, что пугаться некого Потому что это все не более чем миражи, так сказать Бестелесные, так сказать, какие-то существа Они не могут реально принести никакого вреда Вы можете только сами испугаться Вскочить там, упасть в кровати, сломать себе там какую-то руку Не более чем Это вы выбрали испугаться, потому что вы решили Что вот эти глюки, которые там набегают на вас Они представляют реальность Это не реальность, это просто некий мираж Туман, картинка, ну, сновидение Мало ли что там почудится Вот, осознать – это первое А второе, значит, нужно сделать так Чтобы они к вам больше не приставали А как сделать так? Ну, вот как поступаю я в этих случаях? У меня тоже бывают такие штучки Редко, но бывает Значит, что я делаю? Я понимаю, что это глюк Он хочет, чтобы я испугался Ему нужна моя энергия страха Иногда я, конечно, сознание не контролирую То я пугаюсь, да Ну, как только я себя перехватил Я тут же начинаю посылать им тоже энергию Ну, люди пришли, не люди, а существа пришли покушать Надо им помочь Я посылаю Но я посылаю им энергию Любви и благодарности, что ли, восхищения То есть я начинаю Как только вижу, что какое-то усатое лезет Я говорю, ух ты какой хорошенький Ух ты, какие у тебя тут зубки торчат во все стороны Волосики какие страшные, шевелятся А клыки у тебя какие Ух ты, да я тебя поцелую, мой хорошенький Пытаюсь его поцеловать Ну, уже как бы там Вот И они тут же, так сказать, куда-то уходят Потому что они не могут усвоить эту энергию Энергию любви, энергию благодарности Энергию восхищения Это совсем другие вибрации Им нужны вибрации страха, паники Тогда они очень довольны Для этого они придумывают разные кошмарные картинки Но которых мы пугаемся Ну, самое ужасное, что вы видели Там тарантулы какие-нибудь Вот собирательный образ Там змея дракона не испугалась Хорошо, у тебя тарантула подсунут Змею подсунут Там еще что-то Какого-нибудь разбойника с пистолетами У каждого своя может быть картинка Но суть нас испугать Чтобы мы выбросили Значит, организм возбудился И произошел выброс энергетический Так вот, если вы Как только вас начинают пугать И вы видите, что сейчас я испугаюсь Вы тут же начинаете посылать им энергию любви Энергию, значит, благодарности И они тут же исчезнут Тут очень важно вовремя спохватиться Это первая рекомендация Если вы спохватились Значит, как сделать так, чтобы Последствия не было испуга Потому что во сне часто Какие-то происходят катастрофы Вы там подаете с обрыва Вы разбиваетесь У вас там что-то снасилует Там, скажем, что-нибудь еще происходит Кошмарики так называемые Мы посыпаемся, руки трясутся Не знаешь, что делать Известная рекомендация Сразу же вернуться назад Опять лечь Вернуться в эту ситуацию И придумывать хэппи-энд к вашей Если вы упрали с обрыва То вы, значит, там на машине ехали Куда-то перернулось Разбились или упали Значит, тут же вы едете на машине Впереди стоит полицейский Останавливается Говорит, так, нельзя впереди Впереди обрыв Вы разворачивались Едетесь назад Все Кошмар отменился Потому что не более чем Тут в чем сложно Что вы могли этого испугаться Этот испуг энергетически прописался У вас в подсознании Как картинка И вы создали режим ожидания Неприятностей Вот Вот эта паника Она может возвращаться Вы будете тревожиться Опять же Посылать вокруг Вот эту самую энергию страха Ну, собственно Один раз спровоцировали Вам это дело И дальше вы посылаете А вы меняете программу Вы из неблагополучного конца Приделали благополучный И в итоге вы успокоились Вы стали излучать другие энергии И как бы все Отвалились Кто вас хотел Значит, подсадить На вот это самое Энергодонорство Постоянное Вот То есть Всегда нужно Если вы помните Что произошел Ужас какой-то Если вас утопили То вы тут же всплываете Там можно вызывать Все, что угодно Пользоваться любыми Техническими средствами У нас была Ну, это уже медитация Была По ходу прошлой жизни И там человек говорит Я вижу, что я воин Там с этим С монголо-татарское нашествие Я там Русский витязь Бьюсь И уже насели Со всех сторон татары Я не знаю, что делать Я, говорит Вызывая там Рацию достаю Вызываю вертолет Прилетает вертолет Значит, бросает мне лестницу Я цепляюсь И меня, значит, утаскивают Туда куда-то отвозят Все Меня не убили в этом сражении А перед этим У него была картинка Что убили То есть, вот он отменил Не имеет значения Каким образом вы видите Пожалуйста Если вы там Вас ножиком колет Или что-то Вы доставаете пулемет Расстреливаете Ну, это плохая картинка Это борьба Лучше уходите Улетайте У вас есть крылья Вы взлетели Помахали крыльями И полетели все спокойненько Это хороший вариант То есть, через борьбу Уходить не нужно Нужно уходить через Спокойствие Ну, вам пришла помощь Либо вы Ситуацию На вас нападали Вдруг откуда-то взялись Наши еще Прискакали Всех разогнали Вы сидите спокойненько У вас все хорошо Вот Это вторая рекомендация То есть, если кошмар приснился Его нужно обязательно Перекодировать Ну, и третье Как сделать так Чтобы кошмары Вот засыпаете Особенно какие-то воспоминания Там Сердце колоится Потом это переходит Сновидение Такие тревожище Как сделать так Чтобы вы засыпали спокойно Здесь можно Использовать следующий прием Я им пользуюсь Наверное, многие из вас Смотрели фильм «Вода» В этом фильме показывается Что вода Это такое Вещество Которое Меняет свою структуру Под действием Разных излучений Звуков Энергии Все, чего угодно И там Показывали эксперименты Когда Капельку воды Замораживали Она принимала Какой-то кристалл И вот Произносили разные слова На воду И кристалл принимал Разную форму И только Когда произносили слово Любовь Любовь То При этом Кристалл становился Абсолютно правильным Почему так происходит Мы не знаем Почему слово Любовь Обладает таким Магическим действием Но суть в том Что слово Любовь Структурирует Воду Оно делает Ее Правильной А правильно Это значит Спокойное Уравновешенное Позитивное Вот такое Состояние В этом состоянии Жидкость В организме Чувека Структурирована Так вот Когда мы повторяем Слово Любовь Просто Сами Любовь 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 Можно на мотив Какой-то пропевать Хабанера Какая-нибудь опера Иногда Хор Любовь 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 Внутри Головь Не нужно Вслух В этот момент Происходит Структуризация Жидкости Вашем организме То есть Вся жидкость В организме Становится Вот такая Если заморозить Будут правильные Кристаллики И вы Автоматически Успокаиваетесь Вы автоматически Все страхи Все волны Все уходит И все В состоянии выравнивается Вы спокойно Засыпаете То есть Вот Пока рекомендация Значит Использовать Мантру Любовь В принципе Ее можно Не обязательно Перед сном И днем Вы едете куда-то Сейчас неприятная встреча Вы волнуетесь Тревож Что будет Что будет Что будет говорить Вы начинаете Просто пропевать Про себя Слово Любовь Поете 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 5 10 15 20 Все Вы входите Вы совершенно спокойно В равновесном состоянии Вы уже не боитесь Потому что У вас нет внутри страха И соответственно И он не будет на вас нападать Потому что у вас нет агрессии Нет страха Ему не интересно На вас нападать Он может что-то сказать Но вы будете реагировать Спокойно Вы отстранены Как бы Вы не в его вибрациях У вас какой-то конфликт Случился Вы вышли Руки трясутся Значит Кому-то что-то сказали Поборолись за правду Надо же побороться Не можете успокоиться Начинайте петь мантру Любовь 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 И через некоторое время Вы успокоитесь Ну минут 15 нужно попить 10 Кто-то через 5 минут Вот что Если так петь Прочувственно Тут прям такой Поток тепла Образуется в сердце Как будет Из вас исходит Такое сияние Начинает исходить Поток золотистой жидкости Вы начинаете Пространство заполнять То есть Если вы заходите Сидите в коллектив В комнате В которой там Люди агрессивные Озлобленные Какие-то Если вы начнете Петь мантру Любовь Из вас пойдет Это излучение И вы заполните Всю комнату Этим излучением Ну Вы почувствуете Это Не нужно специально Это представлять Просто поете Чувствуете Как из вас Сходит тепло Вы видите Все в комнате Успокоятся И займутся Своими делами Они забудут О том Что они там Получиться назад Гавкались И ненавидели Друг друга Это такой механизм Скрытый Посыла Позитивных энергий В окружающее пространство Активно Используются Разные религиозные Организации Я так понимаю Что они просто Понимают этот механизм Вам не нужно Никому не ходить Не молиться Ничего Вы сами Источник Любви Для этого всего лишь Нужно это слово Поговорить Энергия Вот этих чистых Спокойствия Уверенности Безопасности Во всем Что происходит Тем более Телевизор смотрите Телевизор Вообще нельзя смотреть Там ужас Что творится Вот Если смотрите Пойте про себя мантру любовь И будете информацию Выспоминать спокойно Отстраненно Не будете Вот тем Кого хотят Через телевизор Испугать Вот собственно Вся рекомендация То есть Ну повторяю Для того чтобы Вообще Вы не были Энергодонором Всяких Низких сущностей Нужно перестать бороться Нужно выйти из борьбы Для этого пожалуйста Поработайте С идеализациями вашими Вот Если это не получилось И вы в борьбе Но вам это достало И вас начинает На ночам мучить кошмары То Попробуйте посылать Этим пугальщикам Ту же самую любовь Поток любви Вот такой золотистый Они все разбегутся Им не нужна эта энергия И все Вы будете спокойно спать Вот Попойте мантру Любовь Энергия сама Образует Свою Ложать спать Вот Вы Пространство почистите И И они тоже Все отстанут Никому Им не нужны Потому что Вы энергодон Одни тех Энергий Вот Ну и Если все-таки Вы вляпались Кошмар Ну ночью же не контролируешь себя Там мало лишь Куда тебе занесло Лег в неудобную Рука Сердце на сердце Подвернула что-то Вот И это все превратилось в кошмар Вы проснулись в кошмаре Тут же опять вернулись Приделали хэппиэнт И все будет замечательно Я думаю что Количество позитивных Хорошего состояния В вашей жизни Резко улучшится Успехов вам